Здравствуйте! В эфире канала «Волгоград-1» – главные события 2023 года в студии Ксения Колоскова. Новогодние праздники – это не только отдых и веселье, но и время повышенной опасности и усиленной работы сотрудников МЧС. Об этом наш следующий сюжет. Во время праздничной недели сотрудники Волгоградского управления МЧС активизировали профилактическую работу с жителями региона. По статистике, в первые дни Нового года обстановка с пожарами в Волгограде и области резко осложняется. Чтобы не допустить трагических последствий, сотрудники МЧС уделили особое внимание работе с многодетными семьями, неблагополучными гражданами, одинокопроживающими пенсионерами и другими жителями, попадающими в группу повышенного риска. Так, в одном только волжском в ходе рейда инспекторы посетили 21 бывшее общежитие коридорного типа. Ходим по семьям с детьми, неблагополучным гражданам и так далее. Профилактика основно направлена на предотвращение детской гибели. В новогодние праздники люди отмечают, расслабляются, соответственно, бдительность немного притупляется, теряется. Соответственно, тот оставляет приборы электро без присмотра. Детей тоже самое. По курению у нас очень много случаев, когда бросают окурки, покурили, бросили в помещение, либо в подъезде мусор на контейнерах и происходит пожар. Огнеборцы напомнили жителям алгоритм действий в случае возгорания, а также основные меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить трагических последствий. По уходу из квартиры домов необходимо обесточивать помещение, то есть отключать электроприборы, которые не должны работать круглосуточно, то есть не оставлять открытый огонь, сигареты, спички и так далее, то есть не оставлять пищу на плите, потому что много случаев у нас оставления пищи на плите без присмотра с последующим возгоранием. Личное участие в профилактической работе с населением принял начальник главного управления МЧС по региону Николай Любавин. Глава ведомства посетил Октябрьские и Котельниковские муниципальные районы, где проверил работу местных пожарных депо и пообщался с жителями. Сотрудники МЧС напоминают, в случае возникновения даже небольшого возгорания, необходимо немедленно сообщать о нем по телефону 101 или 112. Ксения Колоскова при поддержке Пресс-службы главного управления МЧС России по Волгоградской области. А сегодня у нас в гостях начальник Пресс-службы главного управления МЧС России по Волгоградской области Дмитрий Доценков. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте подведем итоги минувшего года. Какую работу выполняло ведомство в разных направлениях? Что касается пожарной безопасности нашей области и города, можно отметить, что благодаря общим усилиям, совместным усилиям всех структур и ведомств, это и МЧС, и администрации Волгоградской области, администрации Волгограда, администрации на местах, в районах и поселениях, удалось добиться достаточно позитивной динамики в области пожарной безопасности. Если говорить про сегодняшнюю дату, то на сегодняшний день на территории Волгоградской области за весь год произошло 5737 пожаров. Это практически на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года. Соответственно, мы наблюдаем активную динамику к снижению пожаров. Однако здесь, как говорится, в каждой бочке меда есть ложка дегтя. К сожалению, наблюдаем увеличение количества погибших при пожарах, в том числе 3 несовершеннолетних. Всего погибло 112 человек, за тот же период прошлого года – 106 человек. И травмировано в этом году 94 человека, за прошлый год – 101, что также идет динамика к снижению. Как правило, в пожарах, которые произошли, есть неоспоримый человеческий фактор. В связи с чем и проводятся данные рейды, и мероприятия профилактические, и обходы, и сходы с населением, поквартирные обходы, раздача памяток. И вот могу сказать, что за этот год всего было проведено сотрудниками главного управления и сотрудниками других ведомств общих подворовых обходов, поквартирных 23 579. Соответственно, удалось охватить более 2,5 миллионов человек. Роздано около 2 миллионов памяток. Я считаю, что это достойный результат. Это очень хорошая цифра. Да, но есть к чему стремиться, есть в чем развиваться. И, кстати говоря, в этом плане огромное спасибо губернатору Волгоградской области Андрею Ивановичу Бочарову за его реализуемую программу по пожарной безопасности нашей области. В этом году прикрыто 100% Волгоградской области в плане пожаров. Построены новые пожарные части, это именно пожарные части администрации, комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, которые располагаются в отдаленных районах, в отдаленных поселениях и могут оперативно приехать и ликвидировать возгорание, спасти людей, что самое важное. Хотел бы сказать огромное спасибо средствам массовой информации, нашим журналистам, которые приглашают наших сотрудников, дабы донести необходимую информацию для всех жителей региона и гостей региона. И могу сказать, что с начала года проведено 7254 выступления в средствах массовой информации нашими сотрудниками Главного управления, сотрудниками надзора. 118 сюжетов и интервью вышло на телевидение, что, конечно, охватывает, ну, наверное, всю область, потому что на всех телеканалах и к вам тоже мы неоднократно приходили, и наши сюжеты вы показываете. Огромное спасибо вам за то, что вместе с нами делаете такую важную работу. Спасибо вам за вашу работу. А еще такой вопрос. Вот мы заговорили с вами о профилактике пожаров. Вот на ваш взгляд, насколько это помогает, может быть, снизить количество возгораний? Работает ли вот эта тактика? Она не может не работать, потому что она, по сути, единственная. Каждому человеку в голову не залезешь и каждому жителю сотрудника не приставишь, как говорится. Поэтому очень важно и через средства массовой информации проводить такую профилактику, и непосредственное общение с людьми. То есть посредством сходов, посредством подворового обхода. Потому что, как правило, это несколько групп, в которых входят и сотрудники МЧС России, сотрудники МВД, территориальных административных комиссий, администрации, районов, поселений, области. И вот этими небольшими группами мы проходим достаточно большое количество населения, рассказываем о мерах пожарной безопасности, раздаем наглядный материал, то есть памятки. Может быть, где-то указываем на недостатки. Где-то там сотрудник надзора увидел оголенный провод и указал, например, человек этого мог и не видеть. Все возможно. И человек тут же устранил эти недостатки. Рассказываем о том, о недопустимости разжигания костров в особый противопожарный режим. Это особая наша беда. Да, так точно. Здесь и фактор природы, особенности нашей Волгоградской области. То есть у нас степи, у нас постоянно дует ветер. И, конечно, каждый человек, каждый житель и гость нашего региона, они, ну, мне кажется, должны все-таки немного задумываться об этом. И соблюдать вот эти вот требования пожарной безопасности. Они ведь несложные. Здесь самое главное не разжигать там костры близко к домам, если нет особо противопожарного периода. Если период введен, соответственно, ну, совсем не разжигать костер, не жигать мусор, стерню и так далее. Ну, и, соответственно, в лесах, мне кажется, это здесь даже рассказывать не обязательно, потому что в лесу жечь костры, это, естественно, опасно. И самое главное рассказывать об этом детям, нашему подрастающему поколению. Кстати, этому тоже уделяется достаточно большое внимание и в течение всего года уделялось. И работа непосредственно с детьми и с нашими кадетскими классами, которым мы также рассказываем о правилах пожарной безопасности в надежде, что они донесут до других ребят нашу мысль, нашу идею. То есть работа в школах у вас тоже поставлена, да? Работа в школах, конечно, идет на постоянной основе. У нас есть и кадетские классы по профилю МЧС России, где ребята с удовольствием обучаются. У них есть свои определенные предметы, к ним приходят сотрудники МЧС. Нет, и к другим ребятам мы тоже приходим. Просто наши кадеты – это наше будущее, как говорится. Ваша опора в том числе. Наша опора, все верно, да. И вот эта работа, она проходит на протяжении всего года. Сотрудники управления кадровой воспитательной работы вместе с нами, вместе с пожарными приходим к детям и наглядно рассказываем. В том числе и с нами ходят сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, которые также рассказывают детям о как правильно вести себя на водоемах, как правильно купаться, где лучше на лед не выходить, наверное, нигде не лучше выходить, по большому счету, для безопасности. Поэтому работа с детьми – это, наверное, основополагающее, потому что только дети, впитав эту информацию, могут донести ее и до своих сверстников, и, как ни странно, до взрослых в том числе. К слову, раз уже заговорили о детях, МЧС участвует в проекте «Елка желаний». Расскажите об этом подробнее. Да, МЧС России и Главное управление МЧС России по Волгоградской области участвуем в этом проекте «Елка желаний» и с удовольствием участвуем у нас. Буквально сегодня мы были в Ворошиловском социально-реабилитационном центре для ребяток, и все дети получили подарки, хорошее настроение. Мы туда приехали на пожарной машине вместе с пожарным Дедом Морозом, пожарной Снегурочкой и пожарным нашим слоником, нашим символом. Провели несколько конкурсов. Дети с удовольствием нам прочитали свои стихотворения, которые они подготовили. И, соответственно, мы им вручили всем подарки, все поименно, так как это «Елка желаний», поэтому мы знаем, какой ребенок должен получить подарки. Также совсем недавно, дня три назад, наверное, сотрудники специализированной пожарно-спасательной части тоже в исполнении желания «Елки желаний» для ребенка, особенно ребенок, также исполнили его мечту, пришли, поздравили его тоже, кстати говоря, с Дедом Морозом. Поэтому мы активно участвуем в «Елке желаний», конечно. Вот так сотрудники МЧС дарят веру в чудо. А Новый год – это время вообще повышенной опасности. Давайте пробежимся по самым главным вообще правилам, которые нужно соблюдать, чтобы Новый год был праздником, а не трагедией. Самое главное, я считаю, что нужно относиться к правилам пожарной безопасности с умом, с головой. Правила на самом деле несложные, они продиктованы, они не просто придуманы кем-то, они же продиктованы самой жизнью. То есть, как правило, в новогодние праздники самая распространенная причина пожара – это фейерверки. Фейерверки, конечно. И здесь очень важно не зажигать вот эти бенгальские огни у себя дома, где есть большая пожарная нагрузка, где, хоть он и холодный огонь, но все равно от него может загореться и салфетка, скатерть, шторы. Это не использовать электроприборы или даже гирлянды кустарного производства или с какими-то повреждениями, потому что елка – это тоже сильная пожарная нагрузка. И в случае возникновения искры, либо короткого замыкания, все это может вспыхнуть и сгореть. Елка сгорает очень быстро, от нее очень жаркое пламя может перекинуться на шторы, и так дальше пойдет гореть квартира. Кстати говоря, раз уж мы заговорили о такой пожарной безопасности, не могу не напомнить нашим гражданам, чтобы по возможности они приобрели у себя пожарный извещатель. Это небольшая вещь, которая стоит недорого, реагирует на дым, работает от батарейки. И, как показывает практика и статистика, уже огромному количеству людей это приспособление помогло спасти жизни. Ведь, как правило, при пожаре, особенно в квартире или в доме, человек погибает не от пламени. От дыма. От удушья. От дыма, конечно, да. И, как правило, пожары происходят ночью, когда мы спим. А вот такая маленькая штучка, как пожарный извещатель, может спасти действительно жизнь. Он громко пищит и разбудит. А тут вроде сигнализация такая. Да, 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 да. Скажите, огнетушитель дома держать – это необходимость? Знаете, у меня есть. У меня тоже есть. И в машине, и дома, поэтому я считаю, если есть возможность, если вы думаете о своей безопасности, о безопасности своих близких, друзей и имущества, то лучше, конечно, все это приобрести. Пусть оно стоит, много места не занимает, дорого не стоит. Конечно, пусть остается. И однажды может спасти жизнь. Не дай бог, конечно, чтобы он был использован, но все же. Да, лучше он, пускай никогда не используется, но пускай будет. Да, это правда. А вот если говорить о безопасности на водоемах? Если говорить о безопасности на водоемах, здесь самое главное – не выходить на тонкий лед, поскольку сейчас зима, и сами видите, какая у нас… Погода неустойчивая. Погода неустойчивая, да. Лед, конечно, образуется на небольших водоемах, но он очень некрепкий. И если, допустим, одного человека он выдержит, то группу людей уже вряд ли. Лучше дождаться уже морозов, как у нас в Волгограде. Нередко случалось, когда идет отепель, а потом раз – морозы, все замерзает. И тогда, только после проверки сотрудниками ГИМС толщины льда, а толщина льда должна быть не менее 15 сантиметров, чтобы можно было хотя бы рыбакам выйти и половить рыбу, как они это любят. Только после этого уже выходить. Ни в коем случае одних детей не отпускать, не отпускать на водоемы никогда. Будь то суровая зима с толстым, ни в коем случае никогда не отпускать на водоемы детей. Ведь даже несмотря на то, какая сейчас зима, с тонким льдом, либо толстым… Ну, это дети, да. Ребенком, да, всегда нужен присмотр. И, уважаемые родители, пожалуйста, следите за вашими детьми. Не допускайте того, чтобы они играли с огнем или выходили на лед водоемов. Скажите, а вот в праздничные дни будут какие-то проводиться дополнительные профилактические рейды или будут усилены наряды МЧС? Главное управление МЧС России по Волгоградской области в период новогодних праздников, в общем и в период любых праздников, переходит в режим повышенной готовности. Соответственно, дежурство в усиленном режиме, патрулирование сотрудниками МЧС, также будет проводиться у нас же и рождественские мероприятия на носу, и новогодние. Поэтому очень важно пройти с профилактическими визитами и в наши храмы и церкви, там посмотреть, как постоят дела, рассказать настоятелю храма, либо работникам храмов о тех правилах, которые уже известны, но лишний раз напомнить будет всегда полезно. Да, всегда не лишний. Да, 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 потому что храмы, это несмотря на то, что все-таки, как правило, каменные здания, там также есть условия повышенной нагрузки. Ну, там элементы убранства, да. Элементы убранства, и как минимум это свечи, это открытый огонь. Поэтому здесь тоже очень важно этому уделить внимание, и будет, естественно, уделяться, и также будет проходить профилактика и подворовой обход в период этих праздников. Это замечательно. Мы можем спать спокойно. А скажите тогда, какие новогодние пожелания, что бы вы пожелали в Новый год волгоградцам? В Новый год хотелось бы нашим волгоградцам и гостям нашего города пожелать только одного, это безопасно провести эти праздники, чтобы ничто их не омрачило. Для этого достаточно соблюдать требования пожарной безопасности, которые на самом деле очень несложные. Спасибо вам большое за беседу, спасибо за теплые слова. Надеюсь, что праздники у нас пройдут без эксцессов. Спасибо вам. А с вами была Ксения Колоскова. Мы продолжаем подводить итоги года. До новых встреч.